Не все всегда получается сразу. Удовольствие надо получать не только от результата, который ты достиг, а именно от процесса. Умение увидеть свои возможности является, можно это интуицией назвать или как-то по-другому, этот навык, ключевым тоже важным навыком для молодых людей. Когда человек умеет слышать себя, он умеет профилактировать в том числе свое профессиональное выгорание. То сама карьера хирурга развивает в человеке очень много прекрасных качеств или навыков. Человек, которому благодарен, он всегда счастливый. Света, здравствуй. Очень рада тебя видеть на этой долгожданной нашей встрече. У тебя сегодня первое интервью после очень важного события в жизни любого человека, рождения ребенка, и поэтому особенно интересно послушать про то, как сейчас ты, собственно, чем ты занимаешься, как ты сейчас видишь свое развитие. Проект, который мы сейчас ведем, это проект «Открытый диалог». Мы его на самом деле задумали в ответ на постоянный запрос, который приходит к нам в Международный медицинский кластер, от молодых врачей, молодых ученых, стартаперов, или, может быть, не молодых, но тех, кто зашел в тупик, что сейчас, особенно после сложных последних лет, очень хочется вдохновения, очень хочется каких-то живых примеров, успешных примеров, так, как люди складывают свою карьеру, как они ее развивают, как они выходят из сложных ситуаций, как они пересобирают себя. И мы, собственно, решили объединить наших коллег, наших экспертов, наших друзей, и поделиться вот такой вот, скажем, открытой историей, открытым диалогом тем, как ты пришла к тому, что есть сейчас, вот к той вот интересной яркой картинке, и очень хочется с тобой поговорить на разные темы. У нас будет три части в нашем интервью, и я надеюсь, что все эти три части мы сможем раскрыть. Спасибо большое, Марина. Я тоже хочу сказать, что очень рада тебя вновь увидеть, тем более в таком прекрасном положении. И я рада быть здесь сегодня. Мне очень нравится проект, который сейчас у вас в действии. Я думаю, что это очень важный проект, социально важный, потому что в медицине, в этой сфере очень важно поддерживать коллег, специалистов и молодых, и тех, кто уже находится в своем таком активном развитии. Потому что, как говорится, совершенствоваться нужно постоянно. И здорово, что есть такая возможность у наших коллег сегодня послушать тех врачей, тех своих коллег, которые чего-то достигли, добились, вдохновиться действительно, и, может быть, где-то для себя вынести какие-то важные моменты, важные нюансы, которые помогут им в их карьере. Поэтому я очень рада быть здесь сегодня, и я уверена, что у нас получится очень интересная беседа. Спасибо большое. Я думаю, что в конце мы как раз с тобой и ответим на этот вопрос. Я сразу скажу такое вот превью про мое знакомство с тобой. Я не помню даже, как это случилось, но я нашла на Ютубе 2018 года твое выступление как раз в Сеченовском университете, где ты выступала перед студентами. И у тебя там достаточно длинное интервью, оно идет чуть больше двух часов. Я помню, что когда я его посмотрела, и посмотрела, как осознанно ты относилась к своей карьере, я помню, что для меня это был какой-то вау-момент. И у нас в прошлом году был большой проект. У нас вместе с Росмолодежью мы привозили сюда врачей, студентов медицинских вузов из регионов. Я на каждой этой встрече рекомендовала посмотреть это видео, потому что там действительно настолько понятно, четко написано, что есть очень большая зона твоей личной ответственности, где ты сам можешь внести очень много для своей карьеры и сказать себе честно, я сделал все, что от меня зависело. И, соответственно, вот прийти к той картинке, которая есть у нас сейчас. Поэтому, уважаемые зрители, мы очень вам советуем вот это интервью посмотреть в продолжение, собственно, того первого интервью. Мы обязательно прикрепим ссылку, чтобы заранее это можно было. Но, наверное, чтобы понять масштаб седы Джентухановой, нужно обязательно посмотреть это видео. Вот как ты сейчас определяешь свои ключевые вехи, которые привели тебя, собственно, вот к текущей картинке? Говоря про то интервью, о котором ты сейчас рассказывала, это тоже была открытая встреча. И я, на самом деле, люблю такой формат, когда есть живой, скажем так, человек, живая аудитория и живое общение между ними в незаписанные, скажем так, студийные съемки. А когда это вот здесь и сейчас, люди между собой могут пообщаться, поговорить. И там, конечно, я рассказывала большую историю. Можно сказать, в этом интервью как раз я собрала все те моменты, которые меня часто спрашивают, мне часто задают вопросы. И там получилось рассказать весь свой путь от начала до конца, чтобы потом дальше уже не повторяться с этим. И действительно, сегодня мы не будем повторять эту историю всего большого длинного пути. Но если обозначать какие-то конкретные вехи, безусловно, в жизни, я думаю, каждого человека есть моменты, определяющие его будущее, определяющие его карьерный рост, определяющие его какие-то переломные моменты, которые повлияли на дальнейшую судьбу. И у меня, безусловно, тоже такие эпизоды были в жизни. Я бы выделила несколько ключевых моментов в моем становлении как специалиста. Первое, безусловно, для любого молодого человека – это поступление в медицинский университет. И те, кто смотрел это интервью, или те люди, которые со мной знакомы по другим каким-то моим интервью, знают, что это не далось мне с первого раза. Я поступила с третьего раза. Сейчас об этом здесь не будем говорить. Но я хочу обозначить тот момент, что не все всегда получается сразу. Если у человека есть определенная важная цель, которая несет в себе его ценности, не навязанные извне, то есть никогда это хотят твои родители, никогда это как-то бывает, к сожалению, иногда у молодых особенно людей, никогда это навязано какими-то стереотипами общества. Когда эта цель несет твою собственную ценность, ты привержен этой цели, ты проявляешь настойчивость, и все обязательно получается. Это пример того, что настойчивость и приверженность своей цели, и ценность, заложенная в эту цель, принесла результат. Я поступила в тот вуз, который я хотела. Это первый московский медицинский университет сейчас, тогда это была академия, и это было переломным моментом в формировании меня как специалиста. Следующий важный момент – это, безусловно, выбор ординатуры. И я, многие, я тоже думаю, знают, выбрала то место, где можно наиболее, скажем так, оптимально учиться практическим навыкам, что в становлении любого хирурга, безусловно, важно. Это экстренная хирургия, это практические навыки, и я свою ординатуру провела, можно сказать, в дежурствах в больнице, живя фактически в больнице. И тоже важный момент, когда мы очень много вкладываем в задел в своей будущей профессии тем, кем ты хочешь стать сейчас. И если говорить про сейчас, конечно, сейчас я не дежурю, я не занимаюсь экстренной хирургией, но это такая база, которая в дальнейшем дает тебе абсолютно точно трамплин для твоих дальнейших действий. Следующая, скажем так, если говорить про вехи, следующая важная часть, безусловно, когда любой специалист, и это я знаю по своим ученикам сейчас уже, заканчивает ординатуру, то перед ним встает большой-большой вопрос, а что делать дальше? Это или устраиваться на работу, это целая отдельная тема для разговора, мне кажется, или, например, пойти по научному пути и поступить в аспирантуру. Люди начинают задумываться о том, молодые специалисты нужны ли защищать кандидатскую диссертацию, нужна ли вообще им наука в жизни, в каком формате эта наука им нужна, не обязательно становиться КМН, чтобы заниматься наукой. То есть вот эта следующая важная, скажем так, ступень в развитии этого пути, здесь очень важно услышать себя. Вот где тебе комфортно, где тебе хорошо, чем тебе нравится конкретно заниматься, и выбор всегда вот в сторону науки или оставаться чисто в практике за человеком-специалистом. Потому что если ты, скажем так, опять же, не очень любишь то, что ты делаешь, и это навязано, потому что всем нужно быть КМН, скажем так. Есть тоже такой момент, такой стереотип. То удовольствие ты от процесса этого не получишь. А я всегда транслирую такую важную мысль, что удовольствие надо получать не только от результата, который ты достиг, а именно от процесса. Вот тогда ты будешь достигать всех нужных результатов, когда ты в моменте достижения, то есть в моменте своего пути тоже получаешь удовольствие от этого процесса, От того, что ты делаешь, от этих маленьких задач, от этих маленьких шагов и этих небольших успехов, которые в итоге приводят к какому-то большому результату, к твоей большой цели. То есть следующий, если говорить про вехи, этап – это, безусловно, поступление в аспирантуру и выбор, самое главное, того учреждения, где ты понимаешь, что вот здесь ты сможешь развиваться. Вот здесь есть определенные возможности, и я про это тоже часто говорю своим ученикам, и не только своим ученикам, что умение увидеть свои возможности является, можно это интуицией назвать или как-то по-другому, этот навык, ключевым тоже важным навыком для молодых людей, потому что я знаю, я это вижу, я много раз это видела, как люди не видят потенциальных возможностей, которым нужно брать, пользоваться и, соответственно, идти вперед. Следующий важный момент – это, безусловно, устройство на работу, когда, скажем так, ты уже отучился, хотя учимся мы всю жизнь, но вот этот процесс, когда ты учащийся, а потом ты уже ответственный, взрослый врач, вот за твоей спиной уже нет старшего руководителя, и вот твои пациенты ты несешь. Определенно ответственность, здесь тоже меняются некоторые моменты, связанные вообще с твоим отношением и мышлением. Это всегда важный этап в медицинском пути, в карьерном пути врачей и тем более хирургов, когда уже ты на работу устраиваешься. Особенно в хирургии этот момент переломный. Устроиться на работу хирургом непросто. С практикой хирургической на самом деле. Да, здесь есть определенные нюансы, сложности. Не знаю, будем об этом сегодня говорить или нет, но в целом хочу обозначить, что это важный этап в жизни. Это то, когда ты начинаешь уже работать специалистом. Дальше, следующий этап важный в моей жизни был после того, как трудоустройство, это сдача экзаменов USMLE. Это тоже большая такая веха в моей карьерной истории, потому что это та часть, которая меня лично очень сильно развила как специалиста, потому что, безусловно, это были определенные знания, в том числе новые знания, которые я не получила, может быть, обучаясь у себя в университете. Да, это 100% улучшение языка, именно медицинского, английского. Ну и это не только профессиональные знания в плане медицинских знаний, а это еще и такой психологический тренинг, который, когда ты проходишь, ты становишься другим человеком. Пройдя эти экзамены, ты не то что рождаешься заново, ты просто как-то выкристаллизовываешься в какого-то другого человека, которому кажется, что уже по силу все. Ты уже понимаешь, как тебе обходиться с неудачами, провалами, неуспехами. Ты уже прошел такую школу с этими экзаменами, что ты понимаешь, как тебе дальше в жизни вообще развиваться. Ты становишься другим. Это, безусловно, любые, мне кажется, какие-то сложные экзамены, а этот экзамен считается самым сложным вообще в мире медицины. Здесь это дает себе новое качество, которое позволяет тебе дальше его использовать и достигать еще больших целей. А если говорить про то, что сегодня есть, сегодня, конечно, та большая веха, которую я прохожу, это наставничество, это обучение уже молодых поколений людей. Этому тоже нужно учиться. Этому я училась тоже не один год. И сегодня то, что я имею, это огромная база моих прекрасных пациентов, наработанная, которые по сей день сейчас уже ждут моего выхода на работу, можно сказать. Это то, как ты дальше развиваешься как специалист. И самое, наверное, прекрасное в жизни врача – это то, что ты не останавливаешься. То есть ты не пришел какой-то, вот прошел какие-то вехи, пришел к определенному статусу, к определенному положению, к определенным знаниям. Ты все время идешь дальше. Ты не останавливаешься. Современные реалии такие, что, наверное, вот если раньше можно было дойти до ступени профессора, скажем, и вот считать, что вот ты дошел до вершины, то сейчас, наверное, ты не можешь себе позволить остановиться на каком-то уровне, потому что все так быстро развивается, что если ты не вот в струе, то ты уже остаешься позади этого потока. Сто процентов это так. А если говорить про конкретно мою специальность эндоскопии и эндоскопической хирургии, это настолько быстро развивающаяся специальность. Я думаю, что есть специальности, которые более медленно развиваются, а есть специальности, в которых технологии имеют значение. А там, где технологии имеют значение, которые тоже очень быстро и стремительно развиваются, здесь совершенно нет никакой стагнации. Это меня всегда привлекало в этой профессии. Я не люблю сама стоять на месте, я люблю развиваться, а в этой профессии каждый год новые технологии, новые устройства, новые операции. Каждый раз мы какую-то определенную болезнь, какое-то заболевание, какую-то патологию, мы находим к этому новые подходы, мы находим новые решения. Это не может не вдохновлять, это не может не радовать нас, как врачей, что мы что-то можем каждый раз делать лучше. И 100% мы не стоим на месте как по своему развитию, так и по отношению к нашим пациентам, потому что получаем новые, еще лучшие результаты. Это, безусловно, очень сильно мотивирует развиваться дальше. Света, знаешь, я хочу подчеркнуть одну очень важную мысль, ты ее транслируешь, мне кажется, в тебе это заложено интуитивно. Это то, что ты действительно умеешь наполнять какой-то радостью, удовольствием свой путь, а в медицине очень часто я на себе это проходила. У тебя есть какая-то уверенность, что вот сейчас ты закончишь университет и станет лучше по-другому. Вот сейчас ты закончишь ординатуру, а вот сейчас ты закончишь аспирантуру, а вот сейчас ты устроишься на работу мечты, и вот тогда станет хорошо. И мне кажется, это то, что очень часто является причиной выгорания врачей, потому что, давайте будем откровенны, в принципе, в медицине, в карьере не возникает такого момента, когда ты вот точно дошел до какой-то своей комфортной точки. Если ты умеешь наполнять вот таким удовольствием, радостью свой путь, то на самом деле это тебе помогает и в такой долгосрочной перспективе, скажем, устраивать свою карьеру. А второй момент, скорее даже вопрос дополнения вот к тому, что ты рассказываешь, очень интересно, как поменялось твой фокус на твое личное развитие. Потому что ты очень много вкладывала сил, времени, и ты сама сказала, что ты жила практически в больнице, и на самом деле это так и было. Ты очень много своего времени, если сказать не 100%, то есть все возможное время ты тратила на это. Сейчас ты уже состоявшийся хирург, у тебя есть несколько еще параллельных проектов, которые ты ведем, мы вот про эту многогранность тоже поговорим еще отдельно. Как сейчас ты определяешь, на что стоит потратить свой фокус, свое время на развитие, как ты выбираешь навыки, компетенции, которые тебе хочется развивать, что из того, что ты назвала, есть интуитивно, а что ты целеустремленно на самом деле, целенаправленно развивала в себе, понимая, что без этого не может быть успешной карьеры в твоем направлении. Как вот сейчас Седа Джентуханова относится к своему личному развитию? Я, наверное, начну с первой части и отвечаю на твой вопрос по поводу того, что люди часто думают, что вот на следующем этапе я уже буду наслаждаться, вот когда у меня будет вот это. Это касается, кстати, не только работы, называется синдром отложенной жизни. Существует такой термин, это существует в психологии, это касается не только работы, а вообще жизни. Когда человек думает, что когда у него, это, кстати, часто проявляется в личной жизни тоже. Вот когда я выйду замуж, тогда я буду счастлива, когда у меня будет ребенок, тогда я буду полноценно уже счастлива, вот уже до конца, уже точно. Так не бывает, это так не работает. Потому что человек должен уметь, опять же, развить себе вот это, наверное, качество, это промышление больше, даже не про навыки. Быть счастливым в моменте, вот в том, что у него сейчас есть. И тогда все остальное будет достигаться гораздо легче. Если человек думает, что я буду счастлив, когда у меня уже будет дом, машина, квартира, семья, ребенок, муж, прекрасная работа, хороший заработок, это так не работает, так не будет, он и тогда тоже не будет счастлив, потому что он не научился быть счастливым и радоваться маленьким моментам, маленьким достижениям. Почему своим ученикам я тоже говорю о том, что не обесценивайте свои достижения. Каждая маленькая победа, каждый маленький шаг, надо уметь этому радоваться. И тогда вы будете радоваться всю жизнь, и тогда вы будете счастливы всю жизнь. Не тогда, когда вот наступит какой-то конкретный эпизод вашей жизни, а сквозь всю свою жизнь вы будете получать удовольствие от того, что вы делаете. И это не какие-то, это не романтика, не какие-то розовые очки, потому что, безусловно, то, что ты сказала, что в медицине много сложностей. Если мы говорим про медицину, это всегда определенный момент про обгорание, и меня часто этот вопрос задают, я тоже это проходила, у меня тоже были периоды, которые, скажем так, у всех есть эти периоды взлеты, падения, периоды, когда ты абсолютно счастлив в профессии, а когда ты думаешь, так, что-то надо менять, что-то надо делать, здесь что-то не то, здесь очень важно обращаться к самому себе, здесь рефлексия важна. Сверять ориентиры. Что сейчас доставляет мне удовольствие? А точно ли то, что я делаю, это то, что нужно мне? А точно ли от этого я действительно получаю удовольствие? Когда человек умеет слышать себя, он умеет профилактировать, в том числе, свое профессиональное выгорание, вовремя услышать те моменты, те звоночки, которые организм дает, что что-то не то, надо что-то делать, надо что-то, может быть, поменять, надо как-то перенастроиться. Потому что выгорание, я всегда это тоже говорю часто, это не про усталость, это не про то, что надо отдохнуть и потом вернуться. Однозначно, если человек настигло выгорание, здесь нужно кардинально подумать, что не так происходит, что надо сделать, где несовпадение. И выгорание, оно не от усталости, и уж тем более не от нелюбви к своей работе. Очень часто, наоборот, выгорают люди, которые любят свою работу, но здесь получается какая-то несостыковка. Или ресурсы, затрачиваемые человеком, не соответствуют ресурсам получаемым, в том числе и финансовая составляющая, и какой-то тот ресурс, который мы получаем, обратная энергия и так далее. Отзывы, фидбэк от пациентов, много здесь можно от руководителей. Здесь очень многофакторный, скажем так, анализ, почему нужно глубинно разбираться с конкретным человеком, почему у него конкретное выгорание наступило. То есть это может быть, например, у человека большой потенциал, а он на каком-то рабочем месте, да, он может получать, кстати, хорошую зарплату, не всегда это финансовая составляющая. И по статистике не финансовая составляющая занимает самый высокий процент, скажем так, выгорания, а именно составляющая, когда человек не развивается. Вот когда у человека много потенциала, а он его не может развивать, здесь тоже профессиональное выгорание может быть. А говоря о второй части вопроса, какие, скажем так, черты характера, да, я так понимаю, или навыки, которые, может быть, были врожденные, которые пришло себе развить, однозначно могу сказать, что сама карьера хирурга развивает в человеке очень много прекрасных качеств или навыков, потому что без развития этих навыков ты просто не станешь специалистом. И это даже не те навыки, которые трудолюбие, ответственность или устремленность. Для меня эти навыки, они вообще, или качество человека, они настолько являются основополагающими, что я даже не говорю о том, что это прямо надо в себе развивать целенаправленно. Навыки, которые наша конкретно профессия в нас развивает, это, безусловно, умение быстро принимать решения, это навыки коммуникации, причем не только с пациентами, но и со своими коллегами. Это интуитивные навыки, да, и в целом какая-то внутренняя сила и внутренний стержень, который в тебе развивается, потому что без него ты не можешь нести тот пул ответственности, который ложится на плечи хирурга, в том числе эндоскопического хирурга. Я думаю, что те навыки, которые мне были привиты, можно сказать, с детства, даже не буду называть их врожденными, а это чаще всего с родителями, с воспитанием, это целеустремленность, это трудолюбие, это, может быть, ответственность где-то. А те навыки, которые я уже развила, будучи в становлении меня как профессионала, как специалиста, это как раз навыки эмоционального интеллекта больше. Более того, я продолжаю их развивать в себе, потому что это те навыки, над которыми нужно работать всю свою жизнь. Эмпатия, навыки коммуникации, умение слышать себя, чувствовать свои эмоции, умение чувствовать эмоции других людей, навыки переговоров, дипломатии. Это, наверное, те навыки, которые я продолжаю в себе развивать, они очень важны вообще в жизни каждого человека. Седа, тогда такой, знаешь, вопрос. Вот если говорить про рефлексию, ты сказала о том, что очень важно вовремя к себе прислушиваться, очень важно вовремя сверять свои ориентиры, насколько ты находишься в том месте, в то время, и это действительно соответствует тебе. Вот это действительно, вот мы уже несколько интервью сняли, и так или иначе в каждом интервью поднимается вопрос рефлексии, что без этого невозможно на самом деле правильно выстраивать свой ориентир, потому что опять, как нет точки, в которой ты абсолютно счастлив, так и нет прямой дороги, на которой ты встал и пошел по этой прямой дороге и пришел к этому счастливому будущему. Вот в тебе рефлексия. Она, вот как ты считаешь, она была врожденным каким-то качеством? Это то, что к тебе привили твои ролевые модели? Или это то, что ты на самом деле осознанно сама в себе развиваешь? И как ты рефлексируешь? Вот как это на деле выглядит? Я думаю, что частично это то, что мне всегда было свойственно, но только частично. А частично это тот навык, который я в себе развиваю, продолжаю себе развивать селенаправленно. То есть, как ты сказала, осознанно. Это когда человек не плывет по течению, вот его куда-то занесло, и дальше как сложилось? Так, к сожалению, часто я вижу, бывает, особенно у молодых людей, когда я смотрю на чей-то путь. Почему многие цели не достигаются, или какого-то результата люди не добиваются, которого они хотели бы? Потому что они становятся на тот путь, как ты говоришь, который их куда-то сам привел. Потому что они встретили каких-то людей на своем пути, они куда-то поступили, дальше как сложилось. Здесь очень важно взять на себя ответственность выбора. И это тоже та мысль, которую я часто транслирую. Не нас выбирают, а мы должны выбирать. И когда человек с мышлением, что я выбираю для себя, живет, он видит эти как раз возможности для себя. То есть для того, чтобы не плыть по течению, нужно периодически останавливаться осознанно, специально. И сам собой побыть наедине без внешнего шума, который из-за большого темпа жизни нас преследует. И мы не можем найти время даже. Во-первых, первое, это нужно найти время. То есть временной ресурс. Остановиться, а возграничиться? Это может быть отпуск. Это могут быть выходные. Когда человек освобождает себя от всего внешнего, от коммуникации с людьми, от социальных сетей, от каких-то других занятий, которые в рутине он привык делать каждый день. Для того, чтобы услышать себя, надо прекратить делать то, что делаешь просто каждый день. То есть поставить жизнь на стол фактически. И позволить себе сам с собой порефлексировать и подумать, что я чувствую, где я сейчас нахожусь. Многие люди боятся остаться наедине с собой. И очень часто жизнь, это не только медицина касается, можно сказать, забивают какими-то событиями, людьми, общением, работой. Только бы не остаться наедине с собой, потому что для многих людей это страшно. Люди не умеют быть самим собой. Вот это, наверное, тот навык, которым тоже нужно учиться. И тогда ты начинаешь слышать себя. Что ты чувствуешь? А точно ли это тебе подходит? А точно ты ли с этим счастлив? Или это просто так все привыкли, что так должно быть? Вот тогда ты можешь расставлять приоритеты, расставлять вот эти точки над «и». Понимать, куда тебе двигаться дальше. Понимать, куда дальше твои векторы развития должны быть направлены. Чего ты в целом хочешь от этой жизни, и что делает тебя счастливым самое главное. Это очень важно. Седа, тогда еще дополнительный вопрос. Я понимаю, что, может быть, я сконцентрировалась на софт-скиллах, но на самом деле это самое такое неуловимое, что хочется разобрать с теми, у кого это успешно получается. Вот скажи, в твоем случае это все-таки была какая-то твоя... Ты справлялась сама с рефлексией, с ответом, с выбором, ответом как раз на вопросы, которые возникают. Потому что это легко сказать, что нужно правильно сделать выбор. Но на самом деле, даже когда ты заканчиваешь университет и думаешь, какую ординатуру пойти, это уже выбор. И здесь очень важно в какие-то моменты подсветить что-то важное, не всегда ты можешь эти ответы найти внутри. Дальше выбор научного руководителя, выбор куратора. И по сути мы все время сталкиваемся с этим выбором. Вот ты справлялась сама или у тебя были какие-то референсы, к кому ты обращалась? Как ты в этих вопросах решала для себя? В моем случае я могу сказать, что, наверное, я больше справлялась сама. Потому что когда я была молодым, скажем так, специалистом, когда передо мной эти выборы стояли, за моей спиной не было ментора, учителя, человека, которого бы он мне направил бы и сказал бы, как мы сейчас со своими учениками помогаем им, советуем, советами. Это очень важно. О теме менторства я думаю, что мы сегодня еще будем к этому возвращаться. Да, обязательно. Но не у каждого человека, далеко не у каждого есть ментор. И ты правильно сказала, это легко сказать. На деле это на самом деле очень сложно. Эти выборы очень сложно даются. Особенно молодому человеку, у которого нет какого-то багажа, опыта за плечами. Именно поэтому, наверное, такой самый мой главный совет для таких людей, для молодых людей, это не бояться, это пробовать. И чем раньше, тем лучше. Если взять, например, поиск ординатуры или поиск аспирантуры, я проводила большое исследование. Я не боялась пробовать, идти в разные места, смотреть. А что это за отделение? А как здесь учат? А кто люди, которые здесь будут учить? Куда я приду? И потом уже выбирать. Здесь, наверное, какая-то моя осознанность имела место быть как навык, как гибкий навык. И поэтому, когда нет за плечами человека, который конкретно даст тебе какой-то совет, и этот выбор ложится на твою ответственность, на твои плечи, пробуйте больше разное. Смотрите широко открытыми глазами. И, опять же, возвращаюсь к тому, что не выбирайте ординатуру, аспирантуру, просто как подать документы куда-то, потому что там есть вот эта специальность, которую вы хотите, и вы не знаете, что вас там ждет. К сожалению, так бывает, что иногда не ждет чего-то хорошее, в плане того, что там с распростертыми объятиями вас ждут учителя, наставники, которые вот прямо ждали вашего дня прихода в ординатуру или в аспирантуру, и будут вами заниматься. Так мир устроен. Можно сказать, что несправедлив, но так оно и есть. Поэтому нужно с самого начала, я думаю, самый главный совет, это уже со студенческой скамьи, когда ты более-менее уже понимаешь, в какую специальность ты хочешь пойти, уже начинать ходить в отделение, смотреть, где, в какой ординатуре, как вообще пообщаться с ординаторами. Это самое первое. Я всегда говорю, пообщайтесь с ординаторами, которые там учатся, они вам точно правду скажут, что там и как. И больше в целом участвуйте в такой медицинской жизни, в конференциях, где вы видите этих ролевых моделей, этих людей, этих наставников, которые готовы учить. Вы тогда и больше возможностей для себя увидите. Наверное, такой совет был бы самым действием для очень молодых людей, у которых пока нет наставника. Седа, давай с тобой резюмируем. Мы с тобой поговорили про софтскиллы. Сейчас вернемся к хардскиллам. Вот про софтскиллы. Что я услышала? Что очень важно получать удовольствие от своего пути. Важно, на самом деле, развивать в себе навыки коммуникации. И важно рефлексировать над своим опытом и каждый раз сверяться своими внутренними частями. Давай прям вот тезисно по каждому. Вот чтобы научиться получать удовольствие от жизни. Это врожденное, это приобретенное. И как ты советуешь это развивать? Прям тезисно. У кого-то это может быть врожденное, у кого-то это только с работой над собой приобретается. Если говорить про себя, мне кажется, это отчасти врожденное. Отчасти я это развивала в себе. То есть умение и наслаждаться своим путем, умение радоваться тому, что ты здесь и сейчас имеешь и к чему ты пришел. Этому я учу тоже и своих учеников. И люди делятся на три типа обычно с точки зрения психологии. Это люди, которые живут большую часть времени событиями прошлого, большую часть времени своей жизни, имеется в виду тем, что сейчас происходит в настоящем. И когда люди живут большую часть своего времени тем, что будет в будущем. И надо стараться, чтобы большая часть твоего времени жизни здесь и сейчас ты жил в настоящем. Вот это как раз про то, что ты умеешь наслаждаться своим путем. Ты умеешь быть счастливым в моменте, не когда ты что-то получишь, приобретешь, достигнешь. И люди, которые живут событиями прошлого, они, как правило, часто анализируют, что сделал не так, что было не так, как это надо было сделать по-другому, а это уже не исправишь. Надо здесь и сейчас жить. Люди, которые много думают о будущем, понятно, что мы в той или иной мере все думаем о будущем, потому что ставим себе какие-то цели на будущее, но в целом думаем о будущем. Но когда ты большую часть времени все время беспокоишься о том, что ты еще должен достигнуть, что ты еще должен сделать, чего у тебя еще не хватает, ты находишься в постоянной суете, ты находишься в постоянном беспокойстве, и это мешает тебе и наслаждаться настоящим, и принять свои победы, которые здесь и сейчас есть, и быть счастливым, собственно. Понимаю, как никто другой, потому что я, собственно, вот из второй категории, людей, которые все время живут целями, и все время от одной цели к другой цели, и все время вот мыслях о том, что нужно сделать. И в моей карьере, на самом деле, как бы это удивительно ни звучало, очень сильное изменение произошло, когда я вот на этом себя поймала и поняла, что нужно, вот давай поговорим про то, что такое жить в моменте сейчас, уметь наслаждаться. Нужно остановиться, да? Да, да, да. Вот для меня, на самом деле, очень много в карьере в лучшую сторону поменялось не с развитием хардскилов профессиональных, а именно с тем, что я поняла, вот это моя слабая точка, которая из меня высасывает всю энергию. Да, это на самом деле про энергию, это тоже, что я хотела сказать. Это отнимает очень много энергии, когда ты все время беспокоишься за будущее, а когда у тебя энергия уходит на эти беспокойства, на эту суету, ты в моменте здесь и сейчас не только не можешь насладиться и почувствовать себя счастливым, ты еще и не можешь создавать, ты не можешь освободить свое пространство мозга для нового, для того, чтобы делать что-то прекрасное, создавать что-то прекрасное, потому что твои мысли все время все заняты, скажем так, тревожностью о будущих каких-то процессах. Поэтому очень здорово, что ты в какой-то определенный момент своей жизни это заметила в себе, и если вы чувствуете, что вы относитесь к вот этому типу людей, которые в прошлом живут, или наоборот, в будущем, постарайтесь притормозить, остановиться и здесь, и сейчас, поблагодарить себя за то, что вы уже достигли, что вы сейчас уже имеете. И вот из чувства, скажем так, благодарности к себе, к этому миру, и рождается счастье. Человек, который благодарен, он всегда счастливый. Давай прям выведем вот это вот в тезис. На самом деле, если вы хотите такую успешную, счастливую карьеру не на спринте, а на марафоне, то надо очень важно на самом деле вот про себя подумать, что доставляет вот это маленькое удовольствие. То есть понятно, что всем сразу хочется уехать в отпуск на три недели, не брать телефон, читать книжки и заниматься спортом, но все-таки вот иметь вот в своей рутинной жизни какие-то счастливые небольшие моменты и понимать, что они вот наравне с какими-то важными событиями в вашем календаре, в вашей жизни, вы их не пропускаете. И это вот как раз такое топливо для длинных побед, для длинной дистанции. Давайте теперь переводить мостик к рефлексии, ко второму качеству. Ты сказала, что вот в твоем случае рефлексия – это… Ты самостоятельно с этим справлялась, ты сама к этому шла, а вот все-таки если говорить про возможности, которые есть сейчас, потому что давай будем с тобой честны, что мы с тобой плюс-минус одного возраста, и, наверное, когда мы с тобой заканчивали университет, это был в моем случае 2011 год, ординатуру, то тогда не так развит был вообще институт. Он и сейчас не очень развит в медицине, институт менторства, наставничества, коучинга. Но сейчас все-таки такие опции есть, их больше. Вот если говорить сейчас вот про вот это вот, скажем, такое поколение, у которых больше таких возможностей, и ты сама сейчас, ты сделала челлендж, ты сейчас сместила свой фокус в связи с прекрасными событиями в твоей жизни, ты стала мамой, и сейчас ты сама как наставник, как ментор работаешь, собственно, с… Кстати, вот с кем? Кто те, кто приходит к тебе? Говоря о теме менторства, которое сегодня для меня является одной из любимых тем, и мы на самом деле, ты правильно сказала, тема менторства сейчас все чаще поднимается, и если как-то я была учащимся, я даже не слышала такого термина и не знала, кто такой ментор, то сегодня мы об этом очень много говорим, и это очень радует, потому что сейчас больше становится менторов, больше поднимается важность наличия менторов в судьбе, скажем так, в карьере молодых специалистов, и в том числе у нас на фестивале, на эндофест, несколько лет подряд мы организуем именно секцию, которая посвящена менторству, образовательную секцию, и в этом году даже сделали специальный формат. В секции «Женщины в хирургии» у нас были менторские столы, когда мы сами нашли менторов для людей, которые ищут для себя менторов, но не могут найти, понятно, что это непросто. И вдобавок к этому у меня была большая лекция, как найти ментора по шаговой инструкции, которую тоже в этом году я как раз рассказывала во время эндофест в сентябре. Потому что тема менторства важна, она становится все более важной каждый год, тогда, когда люди стали уже понимать, что с ментором действительно путь более эффективным и результативным для молодых людей является. Кто мои ученики? Важный вопрос, потому что многие мне пишут, в том числе, естественно, в социальных сетях, а как стать вашим учеником, как сделать так, чтобы вы стали моим ментором. Таким вопросом люди задаются. Сто процентов могу сказать, что я сама прошла длинный путь вообще в менторстве, в становлении ментором. И это тоже не за один день, скажем так, не за один день. Это не случается overnight, как говорят. Для того, чтобы стать эффективным, таким качественным, хорошим ментором, ты тоже проживаешь целый путь развития, оказывается. И если учить я любила всегда, учителем для других людей я была с тех пор, как сама чему-то научилась, потому что я считаю, что действительно здесь у человека есть определенные навыки или склонность к тому, что обучать, а может и не быть таких навыков. И для некоторых людей этому надо специально обучаться. Но что касается ментора, который вбирает в себя намного больше, скажем так, навыков и намного больше дает человеку, учащемуся молодому, чем просто учитель, здесь действительно быстрого пути не будет. И здесь тоже учишься на своих ошибках, на своих провалах, которые тоже у меня были в качестве ментора. И здесь ты, когда становишься уже профессионалом в этой части, ты можешь очень много дать своим ученикам. Безусловно, мои ученики, если говорить про карьерную часть этой эндоскопии, эндоскопической хирургии, это люди, которые приходят ко мне на менторство, начиная со студенческой скамьи. А чаще все-таки это как раз те, кто со студенческой скамьи приходят или постарше? Сейчас – да. Вот если раньше это были люди, которые приходили в ординатуру, то потом я поняла, что еще наиболее эффективным можно сделать путь, если человек приходит уже со студенческой скамьи. Понятно, что не с первого курса. Но где-то с середины, с третьего, четвертого курса ко мне приходят ученики, которые для себя поняли, что им интересно это направление, что им интересна эндоскопия, эндоскопическая хирургия. И они начинают в свободное время ходить в отделение, то есть ты их начинаешь курировать в абсолютно разных областях. Это консультативный прием. Для меня это очень важная часть, которой нужно обучать молодых людей. Это как раз та часть, где ты учишься критическому мышлению, где ты развиваешь правильные коммуникативные навыки с пациентами, потому что это вот пришел к тебе пациент и первый раз его увидел, как в дальнейшем сложится судьба этого пациента, в том числе зависит, какие у тебя навыки коммуникации с пациентами. Ну и, соответственно, здесь очень много других навыков. Это клиническое мышление, это понимание того, что нужно назначить, какую диагностику, как поставить диагноз, какое лечение назначить. Здесь очень много знаний получают ученики. Это, соответственно, работа в отделении, это и операционная, это эндоскопическая диагностика и это наука, которой занимаются все абсолютно мои ученики. У нас научное учреждение, и люди специально приходят туда, которые уже понимают для себя, что они хотят выступать на конференциях, писать научные статьи, то есть заниматься непосредственно научными какими-то исследованиями и научной работой. И чем раньше у тебя появляется этот ученик, чем он более молодой, тем более эффективным будет весь путь. Потом, соответственно, они приходят в ординатуру, дальше в аспирантуру, ну и вот такой весь путь дальше складывается. Мы ездим на конференции, выступаем. Сначала это конференция молодых ученых, потом это уже взрослая конференция. Ну и развиваем в себе все эти навыки, которые я сама могу передать, которые есть у меня. Я передаю своим ученикам. И это очень интересный путь, потому что когда ты можешь транслировать свои знания кому-то, ты можешь передать свой опыт кому-то, вот здесь ты уже точно состоялся как прекрасный специалист, потому что не только твои пациенты получили те знания, которые у тебя есть, но еще и через учеников ты можешь передать те знания, которые ты получил, те навыки, которые ты получил, тот опыт, который у тебя уже есть. А когда ты выходишь на новый уровень, как со мной произошло, отвечая в дальнейшем на твой вопрос, когда я поняла, что здесь и сейчас мэнтор может научить людей, которых можно перечислить на пальцах одной, максимум двух рук, потому что всегда временной ресурс будет исчерпан. У нас все равно только 24 часа в день и только 7 дней в неделю. А знания ты хочешь передать большему числу людей, потому что это востребовано, потому что к тебе обращаются люди, которые хотят тоже получить у тебя эти знания. И, может быть, это люди, которые не могут прийти к тебе в учреждения, это люди по всей стране и даже из других стран. Такие ученики тоже у меня есть. Я пришла к созданию своей онлайн-образовательной платформы, к созданию своего первого курса, сейчас работаю уже над вторым курсом, и я понимаю, что вот здесь это уже миссия. Твоя миссия передавать свои знания, она уже масштабируется в такой проект, как образовательная онлайн-платформа, в котором есть курсы, есть бесплатные материалы, и люди по ним учатся. И здесь ты можешь большему числу людей транслировать свои знания. Но если говорить про конкретно менторство, это когда ты по факту берешь за руку конкретного человека и проводишь его по его пути. Это не значит, что ты ему конкретно говоришь все время, что ему нужно делать. Это значит, что ты развиваешь в этом человеке умение видеть свои возможности, понять, что он хочет. Учишь его слышать себя, и вот эти навыки, о которых мы говорили в первой части, в первом блоге, ты тоже их передаешь. В том числе мне очень важно своим ученикам передавать навык как раз сохранения баланса между работой и отдыхом, и профилактику профессионального выгорания. Седа, а если вот все-таки раскладывать, то в процентном соотношении сколько у тебя прямо студентов, которые, как я понимаю, еще не до конца даже для себя понимают, пойдут они в эндоскопию или не пойдут в эндоскопию. Сколько ординаторов и сколько врачей, которые, может быть, вошли в какой-то тупик как раз своего развития и приходят за вторым дыханием к тебе? Ну смотри, что касается студентов, чаще всего это люди, которые точно уже знают, что они хотят в это направление. То есть они уже определились. То есть к тебе именно как к хирургу-эндоскописту приходят на менеджер? Да, 100% это так. Это обычно происходит во время летней практики. Или же бывают эпизоды, когда люди интересуются этим направлением и хотят посмотреть, как это выглядит изнутри. Я сама советую молодым людям так и делать. Если вы сомневаетесь между направлениями, может быть, думаете о том, между двумя направлениями или тремя, куда пойти, сходите, посмотрите, как это внутри. Не как это выглядит со стороны, а что реально происходит. И это ваше или нет? Вот что вы почувствуете в этом конкретном отделении, при этих конкретных манипуляциях, операциях, исследованиях и так далее. И такие студенты тоже есть. Сейчас уже я вспомнила, что на стажировке как раз, то есть уже я не называю это мендерством, потому что мендерство, когда ты уже конкретно человеком занимаешься, учишься и учишь его. А вот на стажировки летние гораздо больше студентов приходят, и они имеют такую возможность посмотреть и понять для себя, а точно ли это то, чем они хотят заниматься. Точно ли это то, что им действительно нравится, от чего у них горят глаза, и они получают удовольствие. Потому что это очень важно на самом деле. Сейчас у меня два студента, получается, но в настоящее время, так как я в отделение не хожу, то такой дистанционный мендеринг называется это. Что касается тех студентов, которые обучились, они сейчас находятся на стадии ординатура первого года, ординатура второго года и аспирантура, а кто-то уже устроился на работу. То есть все находятся на разных стадиях, скажем так, своих ступеней, но развитие мы продолжаем, потому что учимся мы всю жизнь, и на разных этапах развития молодого специалиста здесь и фокус разный. И точки приложения твоего менторства тоже отличаются, потому что здесь ты понимаешь, что человеку важен сейчас выбор, идти во спернатуру, например, или устраиваться на работу. Здесь, например, человек, у него закончился первый год, сейчас второй год будет ординатуру, нужно однозначно проанализировать, а чему ты научился, а что нам, где нам усилить какие-то навыки на втором году ординатуры. И здесь очень избирательный персонифицированный подход, фактически как с нашими пациентами, которых мы лечим. Поэтому очень хорошо надо чувствовать и знать своих учащихся в том числе, потому что они разные, и у них навыки разные, базовое исходное знание разное, и здесь поэтому не может быть очень большого числа людей, потому что с каждым отдельно нужно очень глубоко разбираться. Качественно и глубоко. Спасибо тебе большое. Давай теперь всё-таки перейдём к тебе. Лично мы поговорили про то, какие качества определили, собственно, твою карьеру, а до, собственно, недавнего изменения ты работала врачом-эндоскопистом, хирургом, практикующим. У тебя был большой образовательный проект «Эндофест», конференция, которую ты каждый год проводила. Он и сейчас есть. И он есть и сейчас, да. У тебя твой очень яркий личный бренд. Ну, то есть это как минимум то, что знаю я в виде со стороны. Но ты недавно стала мамой, и как раз вот эта вот история с менторингом, вот с тем, чтобы дистанционно вести, с изменением фокуса, скажем, твоей ежедневной активности, вот это всё связано как раз с материнством, с каким-то переосмыслением, или ты, в принципе, планомерно так двигалась к этому направлению, очень интересно послушать про тебя, как маму, и про твои приоритеты, которые изменились, собственно, с появлением ребёнка. Ты знаешь, с появлением ребёнка ты не можешь что-то до конца запланировать, скажем так. Как я думаю, это знают все мамы. Да. Дольше, чем на два ближайших часа. Когда ты становишься мамой, тот навык, который мне помог дальше продолжать двигаться, как в менторстве, так и в каких-то других своих проектах, это ещё один навык, о котором я, наверное, не упомянула, это навык гибкости и адаптивности. И этот навык супер важный в жизни вообще каждого человека, который помогает ему в том числе преодолеть какие-то непредвидительные обстоятельства, какие-то неожиданные моменты, какие-то форс-мажоры, то есть то, к чему он, например, не готов. А если говорить про материнство, мы готовы к нему, да, мы к нему на жизнь подготавливаем, как минимум 9 месяцев беременности к этому готовят. Ну и в целом мы готовы к тому, чтобы стать мамой, но когда ты становишься мамой, ты всё равно же не можешь на 100% предугадать, что ты будешь чувствовать, как это будет. И навык гибкости и адаптивности, которым учится, мне кажется, каждая мама, у которой рождается ребёнок, уже просто приходится этому учиться и осваивать этот навык в материнстве. Вот этот навык мне в жизни тоже очень сильно помогает. И для себя после рождения ребёнка я просто перестроила все процессы, как-то их переформировала, перенаправила, что до сих пор, не беря в расчёт практическую деятельность на работе, я не делаю сейчас, не хожу операции, эпизодически приезжаю, делаю исследования, но в целом я не буду сейчас говорить про практическую деятельность, потому что я всё-таки с ребёнком практически каждый день. Но что касается образовательных проектов, своего собственного развития, своих проектов именно онлайн-образовательных и менторинга, всё это продолжается, всё это немножко видоизменилось, адаптировалось под тот режим, который мне комфортен, который мне удобен, который не влияет, скажем так, на моё материнство, в том числе в негативную сторону, этот навык очень сильно помогает, его тоже рекомендую развивать в людях. Вот эта гибкость и адаптивность к разным ситуациям жизненным. Тогда будет опять же всё получаться более легко, лаконично и приводить к тому результату, который ты сам хочешь и ждёшь. Мне в целом кажется, что такая здоровая, скажем, многогранность в профессии, когда у тебя есть разные форматы, это тоже определённая профилактика и выгорание твоего, потому что, в принципе, понятное дело, что ты можешь черпать энергию из разных направлений, и на разных твоих этапах развития ты черпаешь больше удовольствия от чего-то одного. Плюс ты чувствуешь себя более устойчивым в своём развитии, плюс ты понимаешь, что на самом деле каким-то одним решением не решаются все жизненные вопросы. Есть дорожка А, дорожка Б, Б1, В и так далее. Ты понимаешь, что на самом деле есть много счастливых дорожек, и то, что сейчас в каком-то одном направлении не сложилось, это не означает, что это полный крах твоей карьеры. Можно на самом деле заниматься чем-то другим. И за счёт этого опять материнство – это ещё кризис-менеджмент. Такой потрясающий просто. Мне кажется, после этого можно выходить и любые проекты браться, потому что ты можешь починить всё на любом этапе. Но, знаешь, мне тут хотелось бы, наверное, задать вопрос от лица тех, кто готовится к материнству, может быть, к этому относятся тревожно в плане своей карьеры. Всё-таки вот эти образовательные проекты, которые ты вела параллельно, личный бренд, который ты активно развивала, это всё какая-то была осознанная подготовка к тому, что наступит этап, когда тебе хочется иметь какое-то любимое дело, но всё-таки ты хирург. И здесь понятно, что основная твоя деятельность, она физически привязывает тебя к операционной, то есть ты должен присутствовать. Это очень стрессорная, нервная работа. Это было просто движение по любви к новым направлениям, или, в принципе, ты готовилась к тому, чтобы себе создать поле для деятельности во время материнства. Самое интересное, я тебе скажу, что как будто бы всё само собой случайно произошло. Я не думала об этом, как вот серьёзно, как ты говоришь о том, что вот, теперь мне надо подумать, так как я не смогу ходить в операционную, что я буду делать, всё произошло как-то само собой. Наверное, нужно было прийти к этому состоянию и найти это время, чтобы оно появилось в твоей жизни, чтобы реализовать какие-то вещи, которые я давно хотела сделать, а найти на это время я не могла, потому что я всё время работала, или это были командировки, поездки, выступления, вебинары, мастер-классы, которых у нас много, конференции, всё остальное время ты на работе, ты с пациентами, ты с учениками. И у меня не было такого временного ресурса, чтобы заняться какими-то ещё онлайн-проектами. Я это хотела давно сделать, и просто всё так сложилось, что я поняла, что нужно воспользоваться этой ситуацией, скажем так, тем, что сейчас появилось время на какой-то другой проект, и это реализовать. И я не сидела и не переживала, а что я буду делать, когда я вот, скажем так, рожу, у меня будет маленький ребёнок, и я не смогу ходить в операционную. Будучи беременны, ты уже для себя приняла решение, что, собственно, ты возьмёшь себе полноценный период на то, чтобы побыть с ребёнком, или всё-таки во время беременности ты ещё задавалась вопросом, как быстро я выйду на работу? То есть это был для тебя решённый вопрос? Я думаю, что это было так, что в начале первой половины беременности я думала, об этом думает каждая женщина, потому что до конца всё равно ты не можешь это распланировать, и ты начинаешь только думать о том, а как я буду ходить в операционную, когда я вернусь в операционную. А уже ближе к финалу, третьему триместру, скажем так, для себя я уже поняла, что я займусь теми, и я уже начала тогда заниматься формированием первого курса для своей онлайн-образовательной платформы, что это оказывается прекрасное время, чтобы сейчас реализовать те свои другие проекты, на которые у меня не хватало до этого временного ресурса. И могу сказать, что я совершенно со спокойным сердцем, со спокойной душой после рождения ребёнка продолжала заниматься из того состояния, которое мне позволяло, насколько мне это позволяло делать своими проектами и наслаждаться своим материнством. И я могу тебе сказать, что многие люди, мои знакомые, мои даже пациенты, говорили, вы, наверное, сразу выйдете на работу. У меня было такое же впечатление, следя за твоей страницей, где ты, собственно, мне кажется, прям до последнего дня была в операционной, была в строю, и было ощущение, что у тебя вот прям такое громадьё планов, что делать дальше. Вот это, наверное, такое было общее впечатление со стороны. И, наверное, такое впечатление сложилось у многих, в том числе мои пациенты, мне говорили, вы, наверное, потому что многие наши пациенты находятся фактически всё время на наблюдении, приходят на периодические обследования после операции, между операциями, да, то есть в эндоскопии, так называемый фоллоу-ап, он происходит с определённой периодичностью. Естественно, мои пациенты задавались вопросом, когда они смогут ко мне попасть, многие, и думали, что я выйду очень быстро. Но нет, и такого желания, чтобы я хотела оставить своего ребёнка и побежать на работу, у меня не было. Я этому очень, на самом деле, внутренне радуюсь. Радуюсь тому, что сейчас я наслаждаюсь той жизнью, которая есть сейчас, и свой потенциал, который у меня есть, я реализую в каких-то других вещах, в каких-то других проектах. И очень благодарна тому, что это время сейчас у меня есть, это ценное время с маленьким ребёнком. И несмотря на то, что сейчас я тоже поступаю, у нас есть конференции, у нас есть командировки, и я везде с малышом. И многие меня заставали в том числе на каких-то больших конгрессах с коляской, с малышом, между сексами. Конечно, здесь помощь имеет огромную роль. Я не хочу говорить о том, что я такой необыкновенный человек, и занижать как-то роль других мам, родителей, у которых, может быть, не получается так активно вести образ жизни после родов, когда ещё такой маленький ребёнок. Я всегда говорю всем женщинам, всем молодым мамам, дайте себе время. Делайте так, как вам комфортно. Делайте так, как вы себя чувствуете, исходя из своих возможностей и исходя из внутреннего ресурса. И обязательно, обязательно пользуйтесь помощью. Я знаю, что многие и пишут мне, и говорят, что вот, а что делать, если совсем помощи нет? Пытаться нужно найти эту помощь хоть в каком-то маленьком объёме. Если вы совсем в состоянии, что ресурса нет на ребёнка, вы ничем не можете своему ребёнку помочь, нужно прибегать к помощи. У меня эта помощь есть. Это, конечно, моя мама, которая мне активно помогает, это мой муж, который активно участвует в заботе о ребёнке. И такого, конечно, не у всех есть. Поэтому очень хочется, чтобы молодым мамам помогало общество, помогали люди, потому что многие чувствуют себя и потерянными, и, конечно, возникает вот этот диссонанс. Ты работал, ты был активным, а сейчас ты другой жизнью живёшь. И с этим тоже нужно и морально, и психоэмоционально справиться, и физически тоже бывают дни, когда очень тяжело. И я благодарна, конечно, той помощи, которая у меня есть, и то, что я могу развивать дальше те проекты, которые у меня есть. Но, опять же, саморефлексия очень важна. Я себе сказала, вот что могу, на что у меня сейчас есть энергия, то я буду делать. Если это дни или недели, когда я не имею ресурса ничего делать, ребёнок у меня на первом месте, потом уже всё остальное. И тогда ты в гармонии, в балансе, ты не гонишь себя никуда, ты не находишься в какой-то безумной суете того, что ты что-то не сделал. Успокаиваешься, живёшь счастливо, и тогда у тебя появляется энергия на новые дела. Седа, знаешь, я тебе очень благодарна за, собственно, вот этот ответ на вопрос, потому что это то, что очень часто волнует внутренне очень многих женщин, который вступает в эту прекрасную пару, и кажется, что сейчас мир вокруг движется так сильно. И ты сама начала интервью с того, что эндоскопия – это та специальность, в которой невозможно быть на каком-то одном уровне, не развиваться, не двигаться вперёд, и всё будет хорошо. То есть это специальность, где очень много всего происходит, и всё время должен быть вот в этом фокусе. И очень прекрасный вот твой личный пример того, что, да, действительно, важно быть в каком-то строю, важно себя всё время развивать, но если ты сделаешь перерыв такой на счастливое материнство, то от этого не пострадаешь ни ты лично, ни твоя карьера. Это может быть момент для того, чтобы заняться какими-то проектами, которые у тебя всё время были в таком, скажем, фоновом режиме, и тебе было интересно себя попробовать, и ты можешь выйти из этого периода, скажем, более сильное, более интересное, более разнообразное. Но давай всё-таки поднимем вот один вопрос. Это вопрос страха потери практических навыков. Это то, что очень часто случается у женщин именно вот в хирургических каких-то направлениях. Вот нет ли у тебя этого страха потери хирургических навыков? Если нет, а я знаю уже ответ, что его нет, то как ты эту уверенность в себе создала, на что ты опираешься вот в этом именно чувстве? Ты знаешь, наверное, во-первых, я очень уверенный человек, это действительно так. Это по натуре. У меня были периоды, когда я жила и была безоперационной, когда я, например, сдавала экзамены USML, и у меня были длительные стажировки на несколько месяцев, когда я оставалась безоперационной и практических навыков. И когда я возвращалась, я понимала, что нет, никуда ничего не ушло. Ты абсолютно back on the track, как говорят в английском языке, а ты снова на коне, и все получается. Поэтому мне кажется, важно мамам транслировать то, что ничего от вас никуда не уйдет. Человек, который стремится, который целеустремленный, который для себя видит свою реализацию в профессии, в карьере, он ко всему придет. И никакой ребенок, и никакой декрет не отнимет у него этого. Это невозможно отнять. Потому что это твое внутреннее. То, что ты хочешь развиваться, твоя внутренняя опора, твое внутреннее стержень, это то, что никто не может у тебя забрать. Где-то ты что-то, может быть, пропустишь, ты нагонишь это. Ты придешь к этому, ты выйдешь на работу, и ты обязательно чему-то, чему придешь научиться, заново научишься. Что-то, что ты забыл, ты вспомнишь. Жизнь не утечет. Все будет продолжать крутиться, вертеться, земля будет продолжать, скажем так, крутиться, даже когда вы находитесь в декрете. А то, что будет после него, все зависит от вас, от того, чего вы хотите, и сколько усилий вы готовы к этому приложить. Спасибо тебе большое. Мне кажется, это один из самых важных мессенджеров, который мы в рамках нашего проекта, в принципе, можем донести до наших слушателей, до молодых, собственно, врачей. И я надеюсь, что сегодня его услышат, потому что это прекрасный пример, живой пример. Вот доказательство тому, что можно в нужное время максимально уделять время профессии, но в нужное время можно дать себе возможность остановиться, насладиться, пересобраться, разнообразить свою жизнь какими-то новыми проектами. Но на самом деле в ядре, мне кажется, всего этого твоя потрясающая способность к рефлексии, к тому, чтобы очень осознанно относиться к следующему своему шагу и очень осознанно выбирать, во что ты сейчас инвестируешь свое время. И, безусловно, это умение видеть свои возможности, потому что человек, мне кажется, вот молодая мама, она может просто сесть, остановиться и понять, а может быть сейчас я как раз могу сделать то, что я давно хотела и не могла, потому что все время работала. Может быть сейчас я, прочитая вот эту книгу, посмотрю вот этот фильм, создам вот этот новый проект, может быть как раз это время мне дано для этого в том числе. Умение увидеть эти возможности, быть благодарным тому времени, в котором ты живешь, быть счастливым в этом конкретном моменте, это очень важно. Сета, давай поговорим с тобой еще про умение видеть возможности. Тоже на самом деле такой неуловимо вообще эфемерная абсолютно способность, такая суперспособность, я бы сказала бы как раз. Вот в тебе она опять вот есть, ты сама сказала, что это вот по большей части такое что-то врожденное, но очень активно поддерживаемое тобой. Вот что делать тем, кто реально понимает, что он возможности не видит, он в тупике. Вот он не может из него выбраться, и, наверное, это же часто беспокоит и тех, кто вступает в материнство рано, у них нет как раз этого задела. Вот что делать, когда ты не видишь вот эти возможности перед собой, как себе помочь? Я думаю, что здесь колоссальную роль играет поддержка молодых людей. Если говорить про мам, это отдельная целая, скажем так, история, поддержка молодых мам, и мне пишут молодые мамы, когда на этот путь, скажем так, к ним приходят во время студенческих лет или во время ординатуры, конечно, они беспокоятся, как дальше сложится, потому что кажется, что все потеряно, ничего потом не успеется, и здесь важно, чтобы встретился в жизни такой человек, причем это не обязательно ментор. Таким человеком может быть ваша какая-то опора в жизни, это могут быть родители, это могут быть руководители отделения, в котором ты учишься или работаешь, это может быть учитель или ментор, если он есть, которые тебе дадут поддержку и правильный совет, что все будет, все сложится. Вот здесь и сейчас наслаждайтесь тем путем, которое есть, и тем, что у вас сейчас есть в жизни. Если говорить в целом про возможности людей и не затрагивать тему мам и материнства, то опять же поддержка менторов и учителей, которые позволяют тебе эту возможность увидеть, это тоже очень важно. Медший горизонт, наверное, видения, с высоты своего опыта. Да, это, кстати, вот я на менторских программах учу, это называется нелинейное мышление или гибкое мышление, когда человек смотрит и видит нелинейное, то есть только прямой путь вперед из точки А в точку Б, как ты сказала, а когда он видит эти разные ответвления, он может посмотреть по сторонам, он может увидеть, а что еще есть. Когда человек смотрит только прямо и видит только один единственный путь достижения конкретной цели, он упускает другие возможности. И развивать в себе вот этот навык смотреть по сторонам периодически, а что еще вообще происходит, а где я могу взять что-то для себя, научиться чему-то у кого-то другого, это и есть то, что открывает нам мировоззрение, то, что позволяет нам увидеть эти возможности. Для меня таким фактором явилось большое количество путешествий, как ты знаешь, мы много ездили и продолжаем ездить на международный конгресс, на международные конференции, и это однозначно не позволяет жить, скажем так, в линейном мышлении. Ты очень много видишь разных людей, разные культуры, разные страны, и если говорить про конкретно конференции и медицину, это разные технологии, операции, все, что мы видим, наука, которая там представлена. И иногда ты диву даешься, насколько разнообразен этот мир, и тебе приходят идеи. Ты начинаешь понимать, что ты еще можешь сделать. Ты начинаешь видеть для себя новые какие-то проекты, новые какие-то возможности. И это тоже очень важно в себе развивать и видеть. Но здесь, опять же, если человек понимает, что он не видит это для себя, у него есть в этом трудности, очень важен совет человека, который может тебе подсказать, может тебе что-то подсветить. И в своей лекции «Найти ментора» я об этом говорила. Не обязательно здесь и сейчас под боком иметь ментора. Вы можете обратиться к человеку, который для вас является так называемым виртуальным ментором или ролевой моделью, и попросить у него совета. И обычно такие люди никогда не отказывают в том, чтобы что-то подсказать. Ну, либо, да, действительно нужно идти по пути, что не каждая попытка заканчивается успехом. Вопрос, сколько попыток ты предпринял. Даже если кто-то может тебе сразу не ответить, то обязательно найдется, собственно, вот тот человек, кто сможет тебя поддержать. Но я еще хотела действительно сакцентрировать внимание на том, как много дает международный опыт. Я помню свой первый международный конгресс по ГЛУКОМе. где у меня приняли тезисы к выступлению, но не дали мне грант. И я помню, что я вот потратила деньги, которые у меня были отложены на отпуск, на то, чтобы поехать вот в эту свою поездку. И это было то, что у меня мышление поменяло, наверное, до и после. Потому что я была только тогда в старте своей, скажем, автоматической такой карьеры. И это, во-первых, дает абсолютно другую широту. А второе, то, что тоже мне очень хочется подсветить, на самом деле на международные конгрессы едет не такое большое количество экспертов с твоей страны. И вы все оказываетесь в каком-то узком кругу нетворкинга. И потом вот этот нетворкинг, на самом деле, людей, которые регулярно ездят на международные конгрессы, он тоже творит чудеса. И очень интересно, новые какие-то проекты могут возникать как раз... Не только, да, из международного нетворкинга, но и из нетворкинга, скажем, экспертов из одной страны. И тут сразу хочется убрать негатив по поводу того, что сейчас эти все возможности закрыты, их нет. У меня есть огромное количество прекрасных примеров, что сейчас и гранты дают, и принимают на конференции. Конечно, все зависит от специальности. Есть какие-то специальности, где более жесткие ограничения. Но на самом деле, по большей части, я смотрю, что очень многие продолжают этим пользоваться, и этим действительно нужно пользоваться, потому что это открывает абсолютно другой горизонт твоего видения, твоего мышления, тебя как-то вытаскивает из той рутины, в которой ты застреваешь. Если говорить еще по поводу хардскиллов, профессиональных, мы сейчас с тобой проговорили про международные конференции, конгрессы. Есть ли еще что-то, что вот сейчас, когда ты не можешь посвящать, скажем, 24 на 7 время дежурствам, практике и так далее. Вот если бы ты давала совет сейчас, скажем, хирургам-эндоскопистам, не начинающим, то есть не ординатура или аспирантура, когда это тоже как такое вот продолжение. Вот как вот можно сейчас еще свои профессиональные, скажем, навыки, хардскиллы подтягивать, если мы говорим про эндоскопию? Какие есть для этого возможности наиболее эффективные? Очень важный вопрос ты подняла, потому что действительно, когда человек приходит к определенному уровню своего развития, профессиональному, это уже не учащийся ни интернатура, ни ординатура, ни аспирантура, то есть он уже работающий, действующий эндоскопист или эндоскопический хирург. Дальше, как правило, часто у таких людей, у врачей возникает определенный период, который называется стагнация, то есть он остановился, то есть он научился определенным навыкам, он делает это очень хорошо, но дальше развития как будто бы нет, а нужно дальше развиваться. Что делать, куда идти за этим развитием? Это большая проблема многих специалистов, в том числе в эндоскопии, в эндоскопической хирургии. И здесь самым таким действенным, по моему мнению, путем являются стажировки у конкретных точечных экспертов, которые тебя могут научить, скажем так, более продвинутым навыкам, advanced эндоскопии, как это говорится в международном мире, у которых ты можешь учиться. И это не обязательно стажировки куда-то за рубеж. Сейчас у нас в стране есть прекраснейшие эксперты, которые оперируют не то, что не хуже, а иногда и лучше некоторых зарубежных экспертов, у которых можно учиться. Причем есть как организованные образовательные проекты с практическими навыками, так и отдельные точечные стажировки, когда in-person, грубо говоря, один человек приезжает и учится у конкретного специалиста. Как это понять? Как это найти? Вот просто самое простое, вот банально, на примере, например, нашего конгресса большого, где выступают только эксперты, где у нас в качестве спикеров, в качестве экспертов в операционной выступают лидеры эндоскопии и эндохирургии в нашей стране. Здесь можно увидеть, во-первых, а чему ты хочешь научиться, чего тебе не хватает, ведь с этого начинается проблема. Человек иногда научился определенным навыкам очень хорошо, мы сейчас про хардскил и говорим, а дальше он даже и не знает, почему ему еще, куда расти дальше, что еще освоить. Вот здесь есть возможность увидеть, куда движется вообще мир эндоскопической хирургии, что сейчас в трендах, что происходит, какие сейчас делают операции, какие сейчас существуют технологии, какое сейчас оборудование новое. Вот это все, например, на нашем конгрессе, не только на эндофест, но и на других лидирующих, скажем так, в этой области профессиональных конференциях можно увидеть, в том числе в лайф-трансляциях. Можно увидеть, кто эти эксперты, кто это делает, у кого ты можешь научиться. Опять же, все это зона твоей собственной ответственности. Никто не придет, не расскажет, не даст, не подскажет, да? Если сейчас не будем про менторство говорить, а про взрослых врачей. Дальше, соответственно, ты или идешь на конкретные стажировки, которые на базе таких учреждений существуют у многих таких лидеров, экспертов. Так ты можешь договориться на своей собственной основе и приехать к конкретному специалисту, научиться конкретно какой-то технологии, какой-то операции. И дальше по кирпичикам ты в своей карьере, в своем большом карьерном пути нарабатываешь, нарабатываешь каждый раз что-то новое, новый навык, новый навык. Так ты и растешь. Конечно, ничего не случается за один день. Это большой длинный путь, в котором ты ответственен за то, что с тобой будет происходить. Ты остановился будить где-то, ты научился вот это делать хорошо, и тебе с этим нормально. Возможно, это не каждому нужно. Главное, чтобы человек то, что он делает, он делал хорошо на высоком уровне, оказывал медицинскую помощь пациенту. Но если ты чувствуешь, что тебе дальше хочется расти, то, соответственно, ты можешь найти эти пути, эти возможности. Самое главное – это желание человека. Эти возможности найти, они существуют, и дальше ты растешь профессионально. Это про хард-скиллы. Как их нарабатывать? Очень важная информация, потому что мы в течение двух лет уже проводим исследования по стратегии наиморазвития медицинского персонала в топовых коммерческих клиниках. И очень многие из них запускают свои программы стажировок как раз с целью, чтобы по хирургическим специальностям из регионов заметить каких-то звезд. Ну, то есть, скажем, врачей, которые стремятся к развитию, вот они приезжают на эту стажировку, на самом деле к ним всегда присматриваются. И если они видят, что очень схватывающий, очень талантливый, даже молодой хирург в каком-то направлении, часто такие истории заканчиваются оффером, приглашением на работу и переездом, соответственно, в Москву, потому что если мы говорим про какой-то уже достаточно высокий уровень профессионализма, то таких экспертов не так много, за ними уже идет конкуренция среди клиник, и на самом деле возможность регионах подсветить для себя таких вот врачей, это в том числе и для стороны работодателя тоже очень важный момент. Давай мы, чтобы вот остался какой-то практический пример у наших слушателей. Если говорить про ваше отделение, которое одно из самых сильных в стране, по своему набору экспертов, по тому спектру операций, которые вы делаете, я не эндоскопист, поэтому здесь я не буду глубоко входить в термины и обозначать вот эти ключевые направления, но вот все-таки, допустим, нас смотрит уже практикующий хирург-эндоскопист, который хочет прийти на стажировку кому-то из ваших специалистов. Вот ты можешь пошагово рассказать, как ему это сделать, на каких условиях это происходит в вашем конкретном случае? Может быть, были какие-то недавние такие success stories, успешные истории, вот как раз таких вот стажировок, когда это было очень полезно и интересно? Для этого у нас существует целый образовательный отдел в нашем учреждении, на самом деле, так как это, скажем так, учреждение с именем одной из лидирующих в стране, это научно-исследовательский центр хирургии имени Вишневского, в котором образование и вообще образовательная часть всегда занимала важное место, и образовательные программы ординатура, аспирантура и летние стажировки у студентов всегда были на таком высококачественном уровне, потому что образованию у нас всегда уделялось внимание в нашем центре. И у нас огромный большой образовательный отдел, целый большой симуляционный центр с тренажерами для учащихся, это тренажеры по хирургии, это тренажеры по эндоскопии, лапароскопической хирургии, в которую, соответственно, учащиеся могут отрабатывать навыки в течение дня или в конце своего рабочего дня, у кого где есть временной ресурс на это. И этот образовательный отдел в том числе занимается вопросом стажировок для врачей из других регионов. И если у человека есть такое желание, то он может обратиться в образовательный отдел и ему организовать стажировку в конкретном отделении у конкретных людей, согласовав это с руководителем отделения. И существует даже на нашем сайте, во вкладке образовательного отдела, какие программы существуют, по каким навыкам, которые может специалист конкретно выбрать. Если он не нашел для себя конкретного навыка, но понимает, что он хочет освоить какие-то определенные, например, вмешательства эндоскопические в конкретном отделении, он тоже может связаться с руководителем образовательного отдела и, соответственно, приехать на стажировку. Вот так у нас врачи со всей страны приезжают и проходят стажировки. Причем это не только наша страна, но и страны СНГ тоже. Есть такие международные у нас сотрудничества, благодаря которым приезжают учиться врачи. В том числе мы сами выезжаем с выездными мастер-классами, выездными конференциями в различные регионы нашей страны. И там проводим конференции с мастер-классом, с трансляциями из операционных, для того, чтобы обучать врачей на местах. Ведь не все могут взять и приехать, скажем так, в Москву. Не все могут себе это позволить. И говоря про вторую часть вопроса, как раз совсем недавно такой случай у нас был, когда мы проводили конференцию в Калининграде с мастер-классом из операционных. Руководитель эндоскопического отделения подошел к заведующим нашим отделением и попросил обучить одного из своих врачей эндосонографии и вмешательством, которое выполняется под контролем эндозии, под контролем эндосонографии. И таким образом тоже можно договориться, соответственно, приехать, поучиться и отправить своего врача учиться в то место, где эти навыки на очень высоком уровне. Поэтому это тоже один из таких путей развития своего карьерного, профессионального, который человек может сам себе построить. А бывают такие случаи, когда, скажем так, кто-то помогает. Это руководитель отделения, учитель, ментор и так далее. Но если у вас такого нет, я всегда говорю, берите на себя ответственность, не ждите. Идите учиться и развиваться. Всегда можно договориться на своей собственной основе в том числе. Ссылки мы обязательно прикрепим все. И по, соответственно, образовательному центру, центра Вишневского и по менторингу. Но я здесь, знаешь, еще хотела подчеркнуть, так как я тоже занимаюсь образовательными проектами, очень важная мысль так вот проскользнула у тебя, что даже если вы на сайте в организованном формате не видите какого-то конкретного навыка, направления, которое вам интересно, на самом деле образовательные организации, они всегда с большим интересом относятся к конструктивным запросам. И вы опять-таки можете себя подсветить, как на самом деле очень такой интересный эксперт-специалист, соответственно, подсветив какую-то новую деятельность, новое направление. И иногда, на самом деле, у нас тоже такие случаи были. Иногда даже вот в таких вот запросах может какие-то совместные проекты возникать, какая-то совместная активность. Поэтому никогда не нужно бояться, стесняться написать по какому-то своему запросу, который не входит в стандартные шаблоны. Это не означает, что в 100% случаях вам ответят положительно и сразу же придумают какой-то интересный формат. Но на самом деле, если это в каком-то... Я всегда себе даю 10 попыток. Если у меня есть какая-то цель, я всегда даю себе 10 попыток. И если я понимаю, что я в 10 дверей постучала не одним и тем же запросом, а в 10 качественных, скажем, направлений отправила 10 качественных запросов, и они не сработали, тогда я смотрю, есть ли какая-то рядом другая дверь, собственно, какой-то другой уход, и тогда меняю свой курс. Но на самом деле надо вот это понимать, что очень важна проактивная позиция, очень важно предлагать, но очень важно иметь какую-то широту своих запросов, из которых хоть один вариант, но выстрелит. Седа, мы с тобой поговорили, мне кажется, вот сейчас исчерпываю еще про софт-скиллы. Я этому очень рада, потому что это все-таки неуловимые материи, которые вроде бы на кончиках пальцев, но при этом вот я очень много сейчас общаюсь с успешными врачами, учеными, стартаперами, предпринимателями. Я понимаю, что вот именно софт-скиллы определяет то, насколько у тебя будет сверхуспешная карьера. Не среднеуспешная карьера, а насколько ты можешь подняться вот действительно на какой-то новый уровень, а в каких-то случаях ты создаешь наоборот какую-то вот деятельность, которая до тебя не существовала, вот своим нестандартным мышлением, своими софт-скиллами, своим каким-то нестандартным видением того, как это может развиваться, своими конструктивными предложениями, целеустремленностью, рефлектией внутренней. И мне было очень важно на твоем примере, потому что ты действительно вот не только пример, скажем, внешне успешной картины, я знаю тебя уже несколько лет, у тебя очень много за вот этой внешней картиной есть, и ты действительно к этому пути пришла очень осознанно, очень много вложив в себя ресурсов времени и знаний. И мне было очень важно с тобой проговорить про софт-скиллы. Мы сейчас с тобой проговорили про хардскиллы и как это можно развивать, не только на начальной стадии развития, становления, но и когда ты уже состоялся, обладаешь каким-то спектром, навыком, но хочешь поднимать свою планку, хочешь расти дальше. Поговорили с тобой про очень важную чувствительную тему материнства, перерыва в карьере, перефокуса, какого-то вот, знаешь, второго дыхания, что это на самом деле, к этому тоже нужно относиться очень позитивно, позитивно, очень оптимистично, и видеть в этом тоже возможности. А если вы не видите эти возможности, то мы, собственно, вот поговорили с тобой про инструменты, и в первую очередь про менторинг, что это на самом деле то, что сейчас есть, и слава богу, что есть такой вообще разнообразный инструментарий того, как ты можешь сейчас себе помогать. Главное все-таки вот действительно внутренне вот к этому быть готовым и внутренне к этому стремиться. Есть еще одна тема, на которую мне хотелось бы с тобой поговорить, это тема личного бренда. И мне бы хотелось тему личного бренда задать тебе, скажем, с такой неоднозначной стороны, потому что я очень много общаюсь с молодыми врачами. Я сказала, что у нас в прошлом году был большой проект, и это прям такая самоцель для очень большого количества молодых врачей. И они в личном бренде видят какую-то волшебную таблетку, которая поможет реализоваться абсолютно во всем, в профессии, финансово, в интересном каком-то наполнении. То есть как будто это одна из основополагающих абсолютно таких вот основополагающих элементов в становлении профессии. И меня очень часто коробит то, что ты транслируешь, что а как же опыт до? Вы не хотите взять еще вот этот опыт до, или вы хотите только вот эту вот красивую картинку? Вот я хотела с тобой поговорить на тему личного бренда. Как сложился твой личный бренд? Спасибо большое, что ты затронула такую важную тему. Эта тема очень актуальна сейчас, на слуху, можно сказать, об этом очень многие говорят. И действительно сейчас личный бренд врача играет не последнюю роль в его вообще развитии и в карьерном росте. И многие, я знаю, что клиники, особенно это касается частной медицины, хотят таких, скажем так, врачей, которых сильный личный бренд, на которого будут идти пациенты, взять на работу. И поэтому, может быть, в том числе молодые люди, молодежь думают, что этим нужно заниматься, и чем раньше, тем лучше развивать этот личный бренд, потому что это приведет тебя в итоге к успеху, в том числе к финансовому успеху, ну и так далее. И все вытекающие последствия. Для меня личный бренд – это на самом деле очень интересную фразу, я сейчас вспомнила, которая мне совсем недавно попала, что личный бренд – это то, что о тебе говорят, когда тебя нет. Вот то, с чем ассоциируется, или с кем в данном случае ассоциируется твое имя, вот это и есть личный бренд. И вот чтобы то, что о тебе говорят, то, с чем ассоциируется твое имя, оно совпадало с тем, что у тебя в социальных сетях, скажем так, транслируется, если мы под личным брендом сейчас говорили о том, как социальные сети выглядят, вот эта картинка, она должна совпадать. И чтобы она совпадала, оно идет неразрывно друг от друга. То есть твое развитие личного бренда и твое развитие как специалиста, как профессионала, потому что одно от другого должно быть неделимо. Невозможно развить себе, ну, технически, может быть, возможно, но для меня невозможно развить в себе красивую картинку в социальной сети, например, в какой-нибудь, за которой пойдет пациент в том числе, или за которую тебя возьмет работодатель на работу, что в реальной жизни не соответствует тому, что ты несешь, какие у тебя есть знания, как ты лечишь своих пациентов, какие у тебя отзывы об этих пациентах. Потому что пациент может прийти к этому врачу, выбрав его из социальной сети, но результат – это он придет к настоящему, живому доктору, не виртуально. И то, как он умеет с ним общаться, какую помощь он ему оказывает, это должно совпасть с картинкой в социальной сети. Почему? Я всегда бываю рада слышать, когда я встречаюсь с реальными людьми, которые долго, например, за мной наблюдали в социальных сетях, это может быть какие-то молодые люди, молодежь, и они встречают себя и говорят, вы такая же настоящая, как в социальных сетях, или даже говорят, вы еще лучше. То же самое с пациентами. Для меня самое главное, что пациент, я понятия не имею, откуда он обо мне узнал, это кто-то порекомендовал из коллег, пациент просто записался ко мне на прием, не зная конкретно меня, или действительно он смотрел, видел и наблюдал меня в социальных сетях, он одинаковый для меня, чтобы он ушел с оказанной помощью на высоком уровне, был доволен, был вылечен, скажем так, или если диагностика идет, то здесь имеется в виду, конечно, качественная диагностика, а пендоскопия-то имеет огромное значение, то какой ты в этом профессионал, чтобы в реальной жизни то, что мы делаем, это было на профессиональном уровне. И картинка, которая виртуальная, она соответствовала реальной картинке. В этой части я бы посоветовала, в том числе молодым людям, которые только становятся на путь развития личного бренда, почитать книгу. Это известная книга Стивена Кови, которая называется «Быть, а не казаться». Вот в этой книге очень хорошо транслированы правильные ценности о том, как быть в реальной жизни гораздо важнее, чем то, что где-то кому-то может показаться. Нельзя казаться через соцсеть кем-то, а в реальной жизни не соответствовать этому. Поэтому старайтесь, чтобы личный бренд, который действительно имеет определенные бенефиты, не будем это скрывать, соответствовал тому, кем вы в реальной жизни являетесь. И профессиональный карьерный рост, он не в виртуальной жизни, он в реальной жизни. Поэтому реальная жизнь на первом месте, а развитие личного бренда, оно идет как-то в ногу с тобой, совместно с тобой. У меня, например, я специально не занималась развитием своего, скажем так, своих социальных сетей, если взять пример социальной сети. Это само собой сложилось. Я просто рассказывала то, что я делаю. Я просто транслировала любовь к своей профессии, показывала, чем я занимаюсь каждый день. Любовь к своим ученикам и обучение своих учеников. Мысли, которые я думаю, которые рождаются в путешествиях, в конференциях. И таким образом произошло развитие в данном случае, например, социальной сети. А не как-то как специальный какой-то проект, за которым я потом подтягивалась. То есть это произошло естественным путем, потому что это и была моя жизнь реальная. Седа, спасибо тебе большое. Я много лет уже с таким вот большим интересом, вдохновением слежу за тобой. Мне кажется, ты вообще стала таким определенным ролевым типом вообще такого очень гармоничного врача, успешного в своей профессии, успешного в гармонии, скажем, с личной жизнью, с личным развитием, с умением получать вот эти маленькие удовольствия от жизни, а в какие-то моменты собираться и как действительно такой вот боец идти и добиваться своих целей. Очень радостно тебя видеть такую вот сияющую вот на текущем этапе развития. Я желаю тебе, чтобы у тебя всегда вот эти вот твои внутренние качества, на которые ты так умело опираешься и настолько вот естественно, правильно развиваешься, чтобы у тебя вот всегда вот эта внутренняя мудрость, она в тебе была. Я очень рада, что ты находишь себе силы транслировать это на внешнюю аудиторию, потому что я знаю от многих молодых врачей, они называют тебя в первую очередь как такую вот ролевую модель, на кого они опираются, кем они вдохновляются, чтобы у тебя оставали силы, время делиться и вдохновлять, и на самом деле в какие-то моменты очень поддерживать молодых врачей, сложные периоды. И будем с большим интересом следить за твоими новыми проектами, за развитием твоим и как хирурга-эндоскописта, и как ментора, и за твоими образовательными проектами. И я думаю, что ты придумаешь еще огромное количество чего-то нового, и запретешь что-то новое. Спасибо тебе большое за время, которое ты уделила, и вот за эти ценные советы, которые мы сегодня смогли подсветить для нашей аудитории. Марина, спасибо большое за приглашение. Я думаю, что эта беседа получилась очень интересной. И сегодня мы много говорили про те навыки, которые на самом деле называются надпрофессиональные. Почему они так называются? Потому что эти навыки определяют не то, что ты умеешь делать, а то, какой ты. И я хочу еще раз сказать нашей аудитории, врачам, молодым и тем, кто уже состоялся как специалист, еще раз транслировать эту мысль о том, что очень важно думать о том, какой ты. Каким человеком ты становишься в результате своего пути. Не только какой ты профессионал, и не только то, какие у тебя жесткие навыки. А надпрофессиональные навыки, которые определяют, какой ты, определяют очень многое в жизни. В том числе, насколько ты чувствуешь себя счастливым. Спасибо тебе большое. Я абсолютно счастлива сегодня быть рядом с тобой на этом интервью, в этой беседе. Я думаю, что многие почерпают для себя много полезного и интересного. И желаю всем, конечно, больших успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!